призывникам в москве начали закрывать выезд и якобы тем пока которые не явились по повестке вот как по-вашему говорит ли это о том что у путина сейчас опять человеческое человеческих ресурсов недостаточно и чего в ближайшее время стоит ожидать россиянам будет ли тотальная мобилизация знаете я восемь лет не была в россии мне недавно прислали сообщение на госуслуги что у меня закрыт выезд из россии поэтому тут такое дело да ну всех впускать никого не выпускать при этом вряд ли похоже на призывника да знаете мне очень нравится мне очень нравится наблюдать по большому счету как растет число отказников от не от призыва вообще от армии как растет количество дел по сбежавшим от армии по количеству дел людей которые проигнорировали и призыв потом дальше присягу и так далее и так далее мы не можем пока понимать только украинская страна понимает сколько людей скачали бота хочу жить рекламирую лишний раз вот хочу жить и сдались в украинский плед все это каждое дело хорошее но мы с вами видим статистику по безвозвратным потерям российской армии и я вижу только судебной базе количество дел по дезертирству но слушайте мне такое ощущение что уже таких людей кто попался кто попался их несколько тысяч человек приближается к десятку тысяч человек а кто не попался и кто скрывается в россии кто успел сбежать в какие-то страны и я во прежнем рекламирую путь через север через норвегию и можно еще про проскочить через казахстан но многие скрываются в россии и сколько это мы не знаем и не знает никто посчитать невозможно но говорят что это тоже уже за 30 тысяч но вообще-то это такая солидная цифра солидная цифра которая говорит о доверии к путинской армии а доверия реальным к специальной военной операции о том как на самом деле хочется жертвовать жизнями о том как на самом деле звучит патриотическая труба в груди а на самом деле нет когда доходит дело до себя самого любимого до члена твоей семьи то кажется все что угодно лучше только не призыв только не мобилизации так далее именно поэтому мобилизации будет похоже что мы вот видим два резерва полностью исчерпана полностью исчерпана резерв под названием осужденные и полностью исчерпан резерв под названием мигранты все на этом все то есть сейчас делается ставка на деньги и столицы и крупные города поднимают задирают цену с тем чтобы окончательно высосать всех маргиналов из малых средних городов и отправить их на войну выдав за свое собственное население за население больших городов потому что них отчетность естественно тоже по этому делу есть резерв северной корейцы пока 12 тысяч может быть плюс 188 но что называется но не факт ну еще хорошо но еще там пару сотен человек из стран на африки латинской америки средней европы а собственно все ну все ну с этим можно дотянуть до нового года то есть плюс призыв плюс осенний призыв который вот скоро он должен закончиться а после нового года февраль ну и все все это мобилизация но мы понимаем что путин он наверное готов воевать дальше потому что исходя из того какой бюджет как они его называют оборонитель на самом деле военный бюджет который они закладывали на следующий год то это 147 миллиардов долларов сумма просто даже сложно представить такие деньги и если говорить о том что путин сделает на россии тотальную мобилизацию как вы считаете как это на настроение россиян повлияют могут ли быть какие-то протесты или же вот чтобы путин не делал они будут прятаться они будут молчать они будут кивать в ответ но никакого протеста не будет но вы знаете прятаться и молчать уже хорошо по нынешним временам слушайте если вы просто спрячетесь от армии спасете свою жизнь жизнь украинцев пусть это будет молчаливый протест такие хорошо а на самом деле очень хорошо очень хорошо вы знаете я слушаю часто рассказы заключенных бывших заключенных которые из тюрем пошли на войну там они с кем-то поссорились повздорили это каждый второй случай такой поссорились повздорили началось смертоубийство обычная для зэков для которых нет нет смотрящего с одной стороны и нет начальника тюрьмы с другой стороны да то есть они вдруг на свободе пошли друг другу мочить а потом он вышел ночью покурить подумал о чем собственно учиться выдал чеку из гранаты да и кинул блиндаж хорошо спишут что само взорвалось совершенно понятно и этого даже искать не будет даже из таких людей будет больше вот таких вот они совершенно не осознанно они же не за украину это делают за себя они понятия не имеют что происходит да они это делают потому что там так больше жить нельзя невозможно да уже в общем то неплохо их никто не ищет не допрашивает все все понимает что называется ну давайте давайте мобилизуйте больше будет этого всего больше да украина сейчас очень сильно проигрывает в живой силе да мы видим российского наступления уже несколько месяцев однако посмотрим давайте на карту течение года в течение года это 350 километров но это немного учитывая то что путин собирался за три дня взять киев и вот вот этот да третий год войны плюс 350 километров ну да при всем при том что идут все время жужжание про мирные переговоры давайте черт возьми да выведем российские войска с украины то есть зафиксируем зафиксируем эту границу которая есть сейчас не знаю ваше дело это принимать или не принимать и мне давать советы и говорить что-то про это дело понятен ваш ответ да но в любом случае в любом случае путин стоит перед дилеммы либо он объявляет мобилизацию я замечу я замечу что в сентябре 22 года была объявлена частичная мобилизация и она не была закончена то есть все что нужно сделать это нужно вытащить затычку из ванной а не надо ничего дополнительно объявлять вообще ничего все уже объявлено и одно даже не приостановлено просто надо продолжать просто продолжать мы все больше ничего не надо делать поэтому здесь не будет такого эффекта как в сентябре 22 года ну то есть либо он объявляет вот продолжение этой мобилизации именно объявляет продолжением частичной мобилизации которая уже была начата либо он подписывает мир с украиной а дальше у нас сейчас вопрос на каких условиях